Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжаю насчитывать книгу Николая Николаевича Неплюева. Беседа о братстве. Путь веры. Третье. Мое понимание уклада жизни по вере, действующей любовью. Ибо мы ходим в верою, а не в видении. 2 Коринфянам 5.7 Во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Галатам 5.6 Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Римлянам 14.17 Если глубоко возмутительно клеветническое отношение христианского мира, притворяющегося в угоду своим бедному любовью сердцу, не понимающим совершенно определенно и ясно выраженное спасителем мира учение христианской нравственности, не менее возмутительное отношение христиан и к укладу жизни по вере. Да как и могло оно быть иначе? Отвергнуть верховный закон христианского откровения, с тем вместе отвергнув изжитворящий Дух всего вероучения. Они омертвили и оглупили все вероучение, всю христианскую этику. Все свели к соблюдению разных букв, которые в отсутствии изжитворящего Духа все неизменно оказываются мертвящими. Хотя бы то были буквы отдельных текстов откровения Божия «Вроде не убей, не клянись вовсе, просящему дай, не протився злому, любите врагов ваших» и тому подобные тексты, которые в связи и цельности с вечной истиной правды Божией при свете животворящего Духа верховного закона откровения все имеют разумный, вечный и глубоко жизненный смысл, а вырванные как отдельные сентенции, будто бы предложенные спасителям мира как рецепты практической мудрости людей всякого настроения и при всяком клада жизни приводят ревнителей не по разуму к нелепым выводам, к нелепым программам жизни. Глубоко возмутительно клевета нераскаянных грешников, людей, не желающих отвернуться с себя, взять крест и идти за Христом, когда они вину свою возлагают на Сына Божьего, говоря, будто он никакого определенного уклада жизни не завещал и будто именно в этом смысле говорил, что Царство Его не от мира сего. Из этого они делают самые дикие выводы. Они говорят, что между верой и жизнью нет и не может быть ничего общего, что все хорошо в свое время, вера на несколько минут ежедневно во время утренних и вечерних молитв и по праздничным дням в храме во время богослужения, жизнь по обычаю мира сего, во все остальное время и во всех остальных областях жизни. Даже и не подозревают, что истинная вера неизбежно проявляется на сущной потребности думать, чувствовать и жить по вере во всякое время, на всяком месте и во всех областях жизни без изъятия. Это не значит, что верующий никогда не будет отступать от идеала веры, а то, что всякое отступление от идеала веры он будет сознавать как грех каждый раз, как будет в том повинен по немощи своей, будет переживать как скорбь и позор каждый раз, как будет вынужден на то, независимое от него обстоятельство жизни в этом мире, которое весь возле лежит, но никогда не признает естественным, нормальным порядком вещей, не помириться с ним и непременно сделать все от него зависящее, чтобы от того, что есть, перейти к тому, что быть должно по правде веры. Одним из ярких проявлений того, как мало истинно живой веры среди современного христианского мира является то, как много людей, уживающихся с антихристианской рутинной жизни, и какие антихристианские программы упорядочения жизни предлагаются теми, которые эту рутину осуждают. Другие говорят, жить по вере нельзя, все попытки организовать жизнь на началах веры мы признаем наивными утопиями. Но это ничего не значит. Вера наша все же единственная истина вера. Со временем Христа и Его апостолов существует преемственно-священная иерархия, совершающая над нами спасительное таинство. Кабы мы не были дурны и кабы дурно не жили, дело спасения таинственно над нами совершается. Эта программа жизни по вере обращает христианство в шаманство, и однако многими признается за правоверную церковность. Третьи говорят, жить по вере значит повиноваться церкви, строго соблюдать ее уставы. И на вопрос о том, что же установлено церковью и в чем преимущественно ей повиноваться надо, с уверенностью отвечают перечислением установленных церковных служб, праздников и постов. Они глубоко убеждены в том, что церковь более требует точного соблюдения всей этой буквы внешней обрядности, нежели верности Верховному закону от христианского откровения, и что несоблюдение постов больше не повиновения церкви, нежели отвержение Верховного Завета любви к ближним, присвяте любви к Богу всем разумением, и полное несогласование с этим Верховным Законом христианского откровения, всего склада ума, всего склада симпатий, всего уклада жизни. Громадное большинство даже и до этих степеней сознательности в деле веры не доходит. Мудрено ли, что в вере на слово таким программам жизни по вере? Это большинство относится к вере совершенно и дифферентно, развиваясь умственно, отказывается от веры. Одни как от неразумных устарелых предрассудков, которые только и можно отложить в сторону. Если хочешь устраивать жизнь свою разумнее прежнего, другие как от вредного для блага человечества обмана, узаконивающегося всякое зло в жизни и бессрочное коснение в этом зле, не имея никакой определенной программы упорядочения жизни и разумного ощущения добра, а только требуя смиренного перенесения зла, утешая обещаниями, вечный благ, который будто бы всего этого зла в результате получится в ином, лучшем мире. Это не преувеличение. Именно так понимают веру и жизнь по вере слишком многие, что и привело нас к ужасу и позору, ныне переживаемому всем христианским миром. С каждым днем на луне церквей поместных среди современных псевдо-христиан все большее число их из разряда индифферентных людей, совершенно чуждых христианского церковного самосознания, убежденных в том, что дело церкви совсем их не касается и никакого отношения к их личной жизни не имеет. Переходят в разряд сознательных атеистов, сознательно-враждебно относящихся к вере и церкви. Гораздо менее людей, любящих Бога и церковь до ревности, о лучшем отношении к вере и жизни по вере на луне церкви. Христианский мир так долго коснел в позоре молчаливого отвержения верховного закона любви к ближним при свете любви к Богу всем разумениям, что ничто в них и жизни их не упорядочено любовью, а не совершенно чуждой дисциплины любви. Мудрено ли, что и ревность их о Боге в большинстве случаев имеет совершенно антихристианский характер, и они не возвышаются до любви к Богу всем разумениям, вместо того, чтобы в духе любви положить все силы разума на духотворение, вероучение с животворящим духом верховного закона откровения, любви у них хватает только на то, чтобы вместо одной буквы облаготворить другую. Например, вместо буквы догмата, канонов и обряда, во имя которой совсем не требовали никакого проявления любви к ближним, кроме душеспасительной, бессистемной благотворительности, облаготворяют буквы отдельных текстов Евангелия. Наиболее соответствующих их пониманию благо человечества, без всякого отношения к правде Божией, благодаря чему все их попытки жизни по вере сводятся к неразумному ублажению злых и той же бессистемной благотворительности, ни в коем смысле не упорядочивающей жизнь, но с такими повышенными требованиями духовной проституции во имя братства между людьми и выполнения братского долга по отношению к людям, не признающим за собой никаких братских обязанностей, не признающим, что все эти попытки на практике приводят только к смешным нелепостям, к такому явному для всех поруганию здравого смысла, что только и могут надолго застраховывать человечество от здравого понимания христианской правды, во имя которой проделываются все эти нелепые эксперименты и отразумения того, что вера наша содержит совершенно определенную и разумную программу жизни. При свете любви к Богу всем разумением, потребностью сознательной веры было бы для них все разумить и в вероучении, и в жизни. Потребностью сознательной веры было бы для них и ревность о вере, и церкви проявлять в духе мира и любви, дорожая единением с церковью, ревнуя о мирном преображении церковного самосознания и жизни верующих на луне церкви и отчечества. Не возлюбив Бога всем разумением, большая часть из них проникается духом вражды и отрицания, становится врагами церкви, призывает не на дело братского единения и мирного преображения умов, сердец и жизни, а к врожде против церкви и правительства страны. К злому делу разрушения церкви и государства под предлогом, что они тормозят дело улучшения жизни, сами не имея никаких разумных программ ее упорядочения. В настоящее время эта вражда к церкви и государству, ко всякому порядку и всякой законности, ко всему, что стесняет широкое проявление самоопределяющихся, индивидуальностей, достигла таких размеров, что имеет явный характер духовной эпидемии бесноватости и грозит человечеству кровавым потопом анархии с явной печатью антихриста и демонизма. Хотя бы эта грозная опасность научила христианский мир понять всю глубину его нравственного падения, оценить по достоинству степень своей безблагодатности, покаяться в великом преступлении поругания правды Божьей жизнью своей в результате отвержения в Верховном Заветах христианского откровения. Хотя бы ужас и отвращение при виде столь многих бесноватых и безумных дел злобы их заставил современных христиан покаяться и сотворить плоды достойной покаяния, возжаждать благородства дисциплины любви, обособления от зла и честной жизни на началах веры и разумной любви. Господь примет по милосердию Своему и этих работников одиннадцатого часто и даст им благодатные силы разумения и любви для устроения ковчегов мира и порядка среди кровавого потопа хаоса анархии. Меры преступности христианского мира в угоду бедному любовью сердцу, уверяющего себя и других, будто вера не содержит в себе никакой определенной программы жизни и не предъявляет нам никаких требований в этом направлении. Может служить то, до какой степени ясно и несомненно эта программа до какой степени точны и определенны эти требования. Вера совершенно определенно требует нас ходить верою, а не видением и жизнь свою строить по совершенно определенной правде веры, а не по случайностям современных призраков земного бытья. Правда, вера совершенно определенно требует от нас отвернуться себя и стать достоянием Божьим. Откровение совершенно определенное и ясно говорит нам, что стать достоянием Божьим значит возлюбить Бога всем разумением, сделать целью цельно достоянием Его умы, сердца и жизнь нашу. Все в жизни наше честно и разумно организовывать на началах мира, любви и братства, нелицемерного братолюбия при свете любви к Богу всем разумением. Все это совершенно определенно и ясно. Этим полна Библия, Евангелие, полны послания апостольские. Этим же полны молитва Господня и заповеди блаженства, и все молитвы, и все богослужения, содержа в себе не только общее требование, но и детальную программу осуществления этого требования в практике жизни. Всякая душа живая, имеющая уши, чтобы слышать, глаза, чтобы видеть, и чистое сердце, чтобы разуметь, услышит и разумеет это умом и сердцем, как только со страхом Божиим. Вера и любовь захочет вникнуть, отрешившись от тумановедений переходящих призраков земного бытия. Из собственных переживаний, как только снимет с глаз души своей повязку рутинных толкований и рутинной жизни, как только умом и сердцем станет выше, любую к Богу всем разумением будет вознесена превыше той преступной и позорной условной лжи, при которой псевдо-христиане так привыкли не понимать, что позорно верить в одно, а думать и чувствовать совсем иначе. В жизни под разными предлогами делать совсем иное, жизнь свою личную, семейную, трудовую, социальную и политическую ни в чем не согласовать с верой и тем, что говорим в молитвах и на благослужениях наших. В невозможности изложить тут эту детальную программу, очень неполно изложенную мной в четырех томах полного собрания моих сочинений и во многих брошюрах ограничусь оглавлением главных ее отделов. Вся программа, вполне определенная, вытекающая из откровения и, безусловно, обязательная для всех христиан, может быть выражена кратко словами сделать цельную жизнь свою в достоянии Божьем. Без этого мы не христиане, под каким бы благовидным предлогом не объясняли и не извиняли того, что этого нет. Без этого вся наша жизнь наша с точки зрения христианской этики глубоко безразственно, чтобы мы не делали. Только при этом мы становимся христианами и можем жить на свободе от иго рабства подзаконного. И христианская свобода наша, доходящая до того, что все дозволено христианину, не приведет к злоупотреблению свободой, не будет опасна ни для нас, ни для ближних наших. Для всякого здравомыслящего человека совершенно определенно ясно, что жизнь свою сделать достоянием Божьим нельзя, не обособляясь от зла и злых. Но современные псевдо-христиане не только в этом сомневаются, но и проповедуют во имя братства и милосердия антихристианскую теорию обязательности для христиан духовной проституции. Христиане ни в чем не обособляются от сынов тьмы и от необходимости участвовать в их делах тьмы. Таким путем они и свели христианство к словесной проповеди и внешней обрядности, не делая даже первого шага к осуществлению правды веры в жизни, обособляясь от тех, которые вместе с ними этого шага сделать не хотят. Не любя Бога всем разумением, молчаливо отвергнув верховный закон христианского откровения, псевдо-христиане лишены благодатных сил разумения любви и особенно благодатной силой смирения не имеют ни сердца чисто, ни духа права. Именно по гордости они не смиряют себя до веры, до разумения правды Божьей, до любви к Богу всем разумением, до нелицемерного братолюбия, до жизни по вере, действующей любовью. Именно по гордости они во всем этом сваливают ответственность себя на Бога Отца, будто бы требующего в откровении своем не соответствующего природе своих созданий, на Бога Сына, будто бы не сказавший им прияно землю спасти их, ничего определенного, на Бога Духа Святого, будто бы не подающим благодатных сил на то, чтобы они были разумеющими Слово и способными быть исполнителями Его. Так и в этом вопросе об особлении. В действительности, не будучи достоянием Божьим, ни умом, ни сердцем, они не имеют ни малейшей потребности обособляться от небожьего. Они еще враги Бога, друзья мира всего, интенсивно враждебны и всему Божьему, инстинктивно сочувствуют злу и злым, потому и не имеют ни малейшей потребности обособляться. По гордости они и это возводят себе в добродетель, считая себя и в этом вопросе разумнее, добрее и более милосердными, чем Бог живой. Еще в Ветхом Завете Господь требовал обособления народа избранного и говорил ему, что если он не обособится от зла и злых, это станет сетью, в которой он сам будет уловлен злом и перестанет быть способным служить делу Божьему. Много говорилось избранниками Божьими по жестокосердию грешного человечества, но Животворящий Дух Откровения вечно неизменен, так и в деле обособления. Животворящий Дух непримиримости света с тьмою, насущной потребности света обособляться от тьмы, естественное свойство света изгонять тьму, неизменен и вечен. Изменчиво сообразуясь жестокосердием грешного человечества в разной стадии возрастания дерева и вскисания закваски домостроительства Божьего. Только буква заветов обособления и характер управления этого обособления. Действительно, и спаситель мира требует от апостолов своих того же обособления говоря им. В какой бы город или селение не вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. Матфея 10, глава 11 стих. Не мир пришло я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и враги человеку домашние вы. Матфея 10, глава 34 по 36 стих. Кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более нежели меня, не достоин меня. Матфея 10, 37. Какое общение праведности с беззаконием, что общего света с мою. 2 Коринфянам 6, глава 14 стих. Не можете служить Богу и мамоне. Матфея 6, 24. И апостолам его говорили, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога. Иакова 4, 4. Малая закваска квасит все тесто. 1 Коринфянам 5, 6. Изверните разращенные среды вас. 1 Коринфянам 5, 13. Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующие его участвуют в злых делах его. 2 Иоанна 1, глава 10, 11 стих. Господь обособляется от зла и злых, налагая на них проклятие, отлучение и свободы от себя. Низвергает сына Деницы, ставшего сатаной, изгоняет из рая согрешивших прародителей, не восстанавливает общение благодати ранее искреннего покаяния. Апостолы обособляют верующих в христианской общины, воспрещают им всякое общение со злом и злыми, требуют от них изгонять из своей среды всякой вредной закваски. С большим трудом допускают в общину изменивших, признавая все это не только согласно с христианским милосердием, но и требуют того именно во имя христианского милосердия, к которому они оставались неизменно верны, понимая, что именно это нужно как для разумного созидания добра в жизни и христианской правды жизни добрых, так и для проповеди делом спасительного примера для злых. Иначе думают современные псевдо-христиане, считая себя умнее и добрее Бога живого, Христа его и апостола любви того, которого любил Иисус святого Яна Богослова. Они отрицают необходимость всякого обособления, признавая его за недостаток христианского милосердия, за преступление против братолюбия, за отсутствие христианской любви к врагам. Итак, первый шаг на пути честной жизни по вере, действующей любовью, на пути хождения веры, а не видения, на пути преображения жизни в достояние Божие, по требованию правды Божьей несомненно и совершенно определенно требует обособления от зла и злых. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Псалом 1, первый стих. Итак, мы имеем не только право, но и обязанность обособляться. Присвятили Богу всем разумением, а обособление это не может иметь характер гаделивый и недоброжелательный, как-то, судя по себе, думают люди не христианского настроения, а будет естественное проявление верности Богу, смиренным в сознании своей немощи и благотворности правды, как для нас самих, так и для братьев наших во Христе и для самих врагов наших. В какой степени, в каких формах необходимо обособление для того, чтобы зло окружающей жизни не стало соблазном для нас и наша собственная жизнь не отступала от правды жизни по вере, действующей любовью. Вопрос, который может решать только мы сами, наша совесть, общественная совесть самих обособляющихся от зла. По соображениям чужой совести нам не могут давать разумных советов в этом деле. Мы должны идти своей дорогой, руководствуясь исключительно требованием своей совести, не смущаясь окриками совопросников века сего и даже не вступая с ними в споры, чтобы не дать повода подумать, что мы признаем за их совестью право судить нашу совесть и сомневаемся в христианской свободе нашей обособляться. Насколько это требует совесть наша и установить общение с теми, от кого обособлялись в тех размерах и в той форме, как мы сами находим то желательным и полезным как для нас, так и для тех, от которых мы обособились. лжебратьям, скрытно приходившим посмотреть за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истинно благоествование сохранилось у вас. Галатам 2 глава с 3 по 5 стих. Не должно смущать христиан и то, если от них требует отказаться обособление или выстроять жизнь свою и отношение к окружающему миру не по требованию своей совести, а применяясь к общественному мнению и к каким-либо твердо установившимся понятиям о христианской этике и жизни по вере под благовидным предлогом, что дело их от того выиграет в общественном мнении и что они должны сообразовываться с ними, если желают, чтобы дело имело характер дела общественно полезного. Они должны помнить, что это общественное мнение и твердо установившееся понятие не только не требует ни обособления, ни определенной жизни и поверье, но и отрицает необходимость всякого обособления и какой-либо определенной программы жизни и поверье, что они именно и должны обособляться на пути веры от всего, что путь видения и советы ходящих видением не могут быть разумно принимаемы, ходящими верой без большей осмотрительности. Они должны помнить и то, что никого не принуждают не обособляться, не общаться в той же мере, в какой сами это находят нужным для себя, что, следовательно, не они тем производят насилие над общественным мнением и вообще над окружающим их обществом, а именно над ними покушают во имя этого общественного мнения и общества произвести насилие. Их дело только и будет общественно. Полезным в том случае, если они его будут делать совершенно самостоятельно, по требованию своей веры и своей совести, а не тогда, когда они в угоду общественному мнению и установившимся понятиям окружающего общества сделают это дело по рецептам тех, которые этого дела не делают и даже необходимость и желательность этого дела отрицают. Обособившись от зла и людей злой воли, вера требует от нас разумно организовывать добро собственной жизни в тесном братском единении с людьми доброй воли, с теми, кто, отвергнувшись себя и будучи достоянием Божьим, способны вместе с нами и совместную жизнь нашу обособившись от зла и злых сделать достоянием Божьим. Вера совершенно требует нас, чтобы мы были цельно христианами, а не двоились, причем совершенно неуместны припираться о том, какие области жизни нашей и в какой мере могут стать достоянием Божьим, а какие и в какой мере могут ими и не быть. Наличность живой веры сделала для нас насущные потребности веры и любви к Богу всем разумением и братолюбия непременно всю жизнь нашу во всей ее целокупности сделать достоянием Божьим. Самый вопрос о том, уместна ли религиозная основа в какой-либо области жизни нашей, возможно ли и нужно ли, предписано ли нам быть достоянием Божьим и всю нашу жизнь без всякого изъятия делать достоянием Его, есть несомненный признак отсутствия веры из самых элементарных понятия христианского мировоззрения и христианской нравственности. Для верующих этих вопросов совсем не существует. Для них несомненно, что весь мир для того только и создан, чтобы быть достоянием Божьим, что именно в этом состоит разумная и благая конечная цель творения, вечное блаженство, уготованное для любящих Бога. Для них существует только один вопрос. Как наиболее цельно и разумно стать достоянием Божиим? Объединиться с теми, кто желает быть достоянием Его и всю жизнь свою без изъятия сделать достоянием Его, веруя, согласно обетованию, что все прочее приложится. Второй шаг после обособления на пути честной жизни по вере, действующей любовью, есть духовное сплочение обособившихся верующих в один ум и одно сердце. До той степени единомыслия и единодушия, при которых будет вполне естественным, при богатом разнообразии внешней буквы проявления, по духу всем думать, говорить и делать одно и то же. Возлюбим друг друга до единомыслия исповемы. Собравшись по побуждению братолюбия при свете любви Богу всем разумением, вполне естественно и даже неизбежно прийти к полному единомыслию и не на душу по всем главным вопросам веры и жизни. Есть логика любви, как есть и логика злобы. Есть логика отвернувшихся себя, чтобы идти за Христом. Есть логика упорствующих самоопределением. Есть логика смирения по свободному изволению любви, ставшей достоянием Божьим. Есть логика гордыни и корысти, пребывающих в рабстве в себе любви. Есть личные силы безблагодатного человека. Та часть наследия, которое отец дает блудному сыну, уходящему из дома его искать, на свой страх, по миру приключений те таланты, употребление которых ему придется отдать отчет. И есть благодатные силы Божьи, безмерно подаваемые просящим их у Бога, алчущим и жаждущим правды Божьей, ищущим, как главное, Царствие Божие, достойно приступающим к молитве и таинству, молитвенно думающим, чувствующим и живущим. Эти два лагеря мало имеют общего между собою. Одни друзья мира сего, сознательные или бессознательные враги Божии, сознательные или бессознательные антихристы, другие друзья Божии, по свободному изволению любви, ставшие достоянием его. Им судят другие по себе не понять друг друга. Одни сыны тьмы, другие сыны света, и как никакого общения между тьмой и светом быть не может, но свет изгоняет тьму, так и между ними всякая попытка братского единения со стороны сынов света недоразумение, она разобьется о злобу сынов тьмы. Всякая попытка братских отношений со стороны сынов света, недомыслия голубинной кротости, безмудрости, ни к чему, кроме баловства злых и самоуверенной, бесноватой требованности их привести не может. Вот почему, не обособляясь христиане, все духовные силы свои растрачивают на обложение злых, самим приносят тем не добро, а зло, и сами оставаясь невозможности разумно существовать правду веру в жизни, чем и оклеветали христианство в бесконечно большей мере, чем могли то сделать злейшие враги его. Если ходящие видения призраков земного бытия и могут говорить об индивидуальном характере, об индивидуальном складе ума, как о чем-то стихийном, безответственном, дающем право на самопределение и широкое проявление своей индивидуальности без всякого отношения к нравственным достоинствам этой индивидуальности и нравственному достоинству этого самоопределения в общей гармонии жизни мира. Христиане так думать не могут. Это соответствует пониманию мира как хаос анархии фаталистического материализма. Для христиан, верующих во единого Бога Творца, все разумно создавший любовь для вечного блаженства, единение с разумной и стройной гармонии Царства Его, где будет одна Божья семья и единый пастырь, Бог живой, общее солнце всех. Очевидно, что ум наш не Бог, а только орудие воли нашей, ею направляемо по свободному изволению любви или злобы нашей в ту или иную сторону. Почему о том же предмете разные люди могут судить совершенно разно? Очевидно то, что характер наш только привычки души нашей, привычки, получившиеся в результате часто переживаемых нами настроений, привычки, от которых ничего не останется. Как только по свободному изволению веры и любимым пожелами иного и став достоянием Божьим, получим благодатные силы на духовное преображение наше в новое существо, свыше духовно родившиеся. Вот чего допустить не могут антихристы, не покаявшись, не став христианами. Они отчаяниях и дела христиан неизменно судят по себе, предполагая в христианах наличие того настроения, которое сознают себе и считают естественным, нормальным для всего человечества. С этой точки зрения и вера, и надежда, любовь, единомыслие, единодушие и весь уклад жизни по вере кажутся им наивными утопьями, а при наличии в жизнедеятельности объясняется ими неискренностью и лицемерием. Чем оно только и могло бы быть без веры, без любви и без благодатного духовного рождения свыше? Действительно, по логике детей мира сего, чем более умен человек, тем более он образован и учен, тем более самостоятельно мыслит, тем более не способен на единомыслие, единодушие со всеми его окружающими. У него с ним нет объединяющего начала общей веры, любви к Богу всем разумением. На нем исполняются слова откровения, знания надмивают. По логике христиан, напротив, чем более умен христианин, тем более он умственно развит, тем более самостоятельно мыслит, не поддаваясь гипнотизирующему влиянию рутинных понятий и видений приходящих призраков земного бытия. Тем более будет доказательно для ума и сердца его понимания великого объединяющего начала верующих, вечной истины правды Бога живого, его откровения и того, какая программа жизни наиболее соответствует любви к Богу всем разумениям, какой крест можно в данный исторический момент принять на себя и донести во след Христу с наибольшей пользой для духовного блага своего и ближних своих, благо, заключавшееся в том, чтобы себя и жизнь сделать достояние Божьим. Таким образом, все, что по логике детей мира всего только и могло приводить к разномыслию и совопросничеству. Бесплодных словопрений по христианской логии только облегчит дело единомыслия единодушия. Столь естественных при наличии объединяющих начал веры во единого Бога Творца, во единое откровение единой правды Божией, общей любви к Богу всем разумениям, доброволей, возлюбивших друг друга до нелицемерного, нежного, братолюбия и получающих мудрость свыше из общего источника. Любовь научает. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. 1 Коринфянам 8.3 И это знание только и может приводить к единомыслию, так как истина одна. Чем больше в обществе обособившихся христиан таких людей умных, умственно развитых, самостоятельно мыслящих, тем легче им будет приходить к единомыслию, единодушию, тем естественнее будет всем вполне самостоятельно согласиться с их пониманием, как наиболее убедительным для веры, ума и сердца, тем легче будет прийти к соглашению с ними в случае каких-либо разногласий, так и во всем остальном. По логике детей мира сего, жизнь только и может быть непрестанной борьбой отстоявающих свою самостоятельность, самоопределяющих индивидуальностей, борьба экономической, социальной и политической по требованию личного, семейного, классного, сословного, социального и даже исповеданного эгоизма. По христианской логике будет напротив вполне естественно мирное единение, совместная дружная деятельность, совместное дружное несение общего креста во след Христу со всеми любящими Бога всем разумением, алчащими и жаждущими быть достоянием Божиим и приходить к единомыслию, единодушию между собой по требованиям нелицемерного, нежного братолюбия. По логике детей мира, все даже и личная семья в отсутствие цемента любви оказывается цепями и бременем непосильным, и прогресс полагается в постепенном освобождении друг от друга. Все громче и громче раздаются требования свободы не любить друг друга, свободы развода для супругов, свободы для родителей и детей не признавать за собой никаких нравственных обязанностей по отношению друг к другу. Все это в направлении конечного идеала полного своеволия, на свободе от любви и уважения друг к другу. По христианской логике семья есть малая церковь Божия, объединенная крепким цементом любви друг к другу, под влиянием крепкого цемента любви к Богу всем разумениям. Прогресс полагается в беспредельном возрастании от любви в любовь, от разумения взаимных нравственных обязанностей любви, уважения и ревности, от духовного блага всех членов семьи, высшее разумение этих взаимных нравственных обязанностей до конца земной жизни, когда жизнь обмерщилась и верующим показалось слишком трудно осуществлять этот идеал в жизни семьи, они, чтобы не изменить этому идеалу, предпочли отказаться от семьи, обречь себя на безбрачие, это и породило иночество. По логике детей мира сего, приход административный термин, созданный в полицейских целях ради удобства управления церковью поместной, в отсутствие цемента любви и в приходе, как и в семье, тяготятся всякой зависимости друг от друга. Духовенство и миряне – два враждебных лагия, борющиеся за свои права и гегемионию. Даже среди духовенства происходит ожесточенная борьба между белым и черным духовенством, между епископами и пресвитерами, и все это признается явлениями нормальными, законными и даже неизбежными. На лоне приходов полное распыление. Члены прихода не знают, не любят друг друга и немало не интересуются ни устроением жизни прихода, ни его обереганием от дурной закваски. пастыри смотрят на свое дело как на одну из многих профессий, дающих средств жизни и считают, что воздали Божие Боговые. Если не проявляют корысти, добросовестно исполняют требы и говорят поучения, признавая тоже нормальным, законным, неизбежным явлением, что при всем этом ни их прихожане, ни их приход по укладу жизни своей не становится достоянием Божьим. Больные, престарелые вдовы, сироты бедствуют на лоне прихода. Никто не признает братским долгом своим о них позаботиться. Всякая забота о них почитается за сверхдолжное, за доблестную благотворительность именно в том, чтобы отделаться от них куском хлеба, старой тряпкой или пятаком и полагается самая душеспасительная форма проявления христианского милосердия и таких фиктивных приходов ничего общего с живой здоровой клеткой живого здорового организма церкви поместной не имеющих слишком много в церквях поместных. И это признается по логике детей мира сего явлением нормальным и неизбежным, как и то, что при таких обстоятельствах целые церкви поместной ни в каком смысле не могут быть названы ни света мира, ни солью земли. По христианской логике напротив, приход только и может быть собранием верующих, тесно сполоченных цементом любви друг к другу, при свете любви к Богу всем разумениям. Малой церковью Божией, в которой пастырь не наемник, а добрый пастырь, полагающий душу свою за посомых, первый и по степени любви к Богу всем разумениям. Помни завет спасителя мира, Симон Петр, любишь ли ты меня больше их? Паси овец стада моего. Посомы не бессловесные, а словесное стадо овец Божий, кроткие, как голуби, и мудрые, как змеи, более умных на добро, чем сыны тьмы умны на зло. По христианской логике только это естественно и нормально, соответствуя вере, действующей любовью. Не только по христианской логике нельзя извинять иное, но и нельзя мириться с иным. Естественно, неизбежно по логике веры, братолюбия и любви к Богу всем разумением не только пастырю, но и каждому мирянину возревновать о правде Божией и не успокоиться, пока она не будет осуществлена в жизни прихода. Такие ревнующие о Боге и о правде его, когда приходы обмерщились и распилились, когда иссяк связующий воедино цемент любви и вдоварилась рутина жизни не по вере действующей любовью, а по обычаям мира сего, ушли из этих омерщившихся приходов. Они отказались от семейной жизни, создали новые приходы по требованию христианской совести своей, общежительные монастыри, которые, по идее, продолжали честные традиции истинно христианских приходов. Они пронесли сквозь тьму времен идею честного христианского братства, хотя в прагнике жизни и из них большинство обмерщрилось, успокоившись на букве строгого соблюдения устава, тоже утеряв животворящий дух, нежного братолюбия присвятил любви к Богу всем разумением. По букве они и теперь называют друг друга братьями и сестрами, признают нравственной обязанностью своей быть достоянием Божиим и добывать хлеб насущным бескорыстным общим братским трудом на пользу общую, на пользу аскетического трудового братства общежитиного монастыря. По христианской логике неестественно, чудовищно, позорно, всякая борьба между духовенством и мирянами в духе взаимного недоброжелательства и недоверия. По христианской логике неестественно, чудовищно и позорно стремиться к лучшему будущему путем взаимных пререканий, революционных манифестаций и борьбы за гегемонию путем, получившим название освободительного движения. С одной стороны, и клирикализма, с другой, по христианской логике, естественно, прежде всего требовать не от других, а от себя проповедовать не озлобление и борьбу, а любовь и единение, обособляясь от тех, которые любви и единения не желают. В честное, нелицемерное братство на лоне прихода или выделяясь в новый приход, созидая новые формы жизни на братских началах, по требованию исторической эпохи, то есть степени христианского самосознания и закваски христианской совести, до которых в данное время доросло дерево христианства, как это в свое время сделали основатели общежитивных монастырей и авопустоножители, как это теперь делать и мы делаем, и мы в нашем трудовом братстве. Все это два на два равно четыре. По христианской логике, как и то, что только епископ и пастырь, предварительно потребовавшие от себя не господство наследиям Божиим, а подавать пример веры, любви, кротости, смирения, терпения, великодушия и самоотвержения стаду. 1 Петра 5.3 Имеет основания, не говорю требовать, но только надеяться на то, что пастыр признает их пастырем добрыми и добровольно подчинится их нравственному влиянию, как и то, что только прихожане, желающие жить по вере и быть кроткими, смиренными, любящими и мудрыми овцами стада Христова, а не волками хищными, могут и от пастыря своего требовать быть для них пастырем добрым, за них полагающим душу свою, до тех пор, как со стороны волков пастырей требования от верующих быть овцами, так и со стороны волков прихожан требования от пастыря полагать за них душу свою, одинаково нелепое недоразумение, и кроме бесплодной борьбы с характером, суеты сует ни к чему привести не может. По логике детей мира сего и в жизни церковной, и в жизни государственной естественной неизбежна постоянная борьба за права, за справедливость, которую каждый толкует по-своему, непременно в свою пользу, требует для себя всяких прав и за собой не признавая никаких нравственных обязанностей, не исключая и обязанности иметь сердце чисто и дух прав. Это и есть тот боевой прогресс с его хитроумными конституциями, безнравственными тактическими приемами, волчьей сознательностью и святой ложью, путем которого, нелепо объяснуясь, поклонники варравы надеются водворить мир, разумный порядок, справедливость и всегощее благоденствие. По христианской логике для поклонников Христа очевидно, что стремиться к мирному благоденствию можно только путем мирного прогресса, путем признания за самими собою христианского нравственного долга, путем христианской тактики обособления зла и мудрого созидания добра, путем нелицемерного братского единения во всех сферах жизни, путем дружной совместной деятельности сплоченных цементом любви друг к другу, присвятив любви к Богу всем разумением епископов, присвитеров и верующих в жизни церкви поместной, царя, его правительства и всех общественных классов в жизни государственной. По логике детей мира сего мирное единение невозможно, слишком противоречит настроению большинства, обстоятельствам жизнедеятельности. Одним словом, всему, что знаем по опыту из наблюдений над видением переходящих призраков земного бытия, по христианской логике, напротив, только мирное единение сынов света, обособившихся от сынов тьмы, и разумно, и практично, соответствуя правде веры, которая для них и является руководством начала, не отрицая видений приходящих призраков земного бытия, а принимая их в расчет настолько, насколько это необходимо для разумной жизни поверить, для того, чтобы быть не менее умными на добро, нежели сыны тьмы умны на зло, никогда, однако, не сходя с пути веры на путь видения, с пути вечного реального, на путь временно торжествующих призраков. По какой из этих двух логик живет христианский мир? Какой из этих двух логик соответствует уклад жизни христианских приходов, христианских семей, христианских школ, христианских государств и церквей поместных может служить верным признаком доброкачественности веры большинства современных христиан, верным мирилом их любви к Богу всем разумением и христианской совести, того, насколько они сыны света или сыны тьмы, христиане или антихристы. По плодам их узнаете их. Матфея 7.16 По плодам современной жизнедеятельности имеющих глаза, чтобы видеть уши, чтобы слышать и чистое сердце, чтобы разуметь, легко поймет, в чем покаяться надо, каковы будут плоды, достойные нелицемерного покаяния, соответствуя размерам самодовольства современного грехолюбия и степени изменной правды Божьей. Нелицемерно покаявшись и сотворив достойное покаяние плоды, обособления от зла и нелицемерного братского единства во всех сферах жизни своей. Христиане, если они нелицемерно любят друг друга при свете любви к Богу всем разумением, даже не справляясь о том, где и когда что предписано, сами найдут в облагодействованных умах и сердцах своих готовую программу разумной жизни по вере, действующей любовью. Для них не может быть ни малейшего сомнения в том, что сферы жизни личной, семейной, трудовой, социальной и политической должны быть разумно и стройно организованы на началах веры, любви и братства. Для них это будет так же естественно, нормально, неизбежно, как и то, чтобы всегда быть и сознавать себя мудрыми овцами, никогда не обращаясь в волков хищных. Для мудрых овец стада Христова будет тоже естественно, нормально, неизбежно вполне сознательно относиться и к волкам, от которых они обособились, не принимая их наивно за овец, не мечтая в духе наивной сентиментальности установить с ними братские отношения раньше, чем они покаются и преобразятся из волков в мудрых овец стада Христова, тем более не признавая наивно за собой братских обязанностей по отношению к этим нераскаянным волкам. Они не станут делать из этого благоглупости, полагая делом любви к этим волкам ублажать их и долгом христианского милосердия по отношению к ним во всем извинять их под прилогом все прощения, не обособляться от них под прилогом долгобратского общения с ними и всячески облегчать и скрашивать их волчью жизнь по их волчьим инстинктам под прилогом непротивления злу и любви к врагам. Мудрые овцы стада Христова в любви к Богу всем разумения подчеркнут разумное понимание того, как любить волков на пользу, а не во вред им, как любить врагов своих во благо им. Для них разумная любовь и христианское милосердие одно и то же. Для них все Бог и все должно приводить к Богу, все делая достоянием никогда милосердие их не может иметь характер жертвы. Дела спасения со скрежетом зубовным, тем более подкупа общественного мнения. Оно всегда будет иметь характер разумной милости при свете любви к Богу всем разумением. Мудрые овцы стада Христова никогда не признают за другим право диктовать им буквы дел милосердия по отношению к тем, от которых они обособились. А будут и в этом деле, как и во всей жизни своей, руководствуются любовью к Богу и всем разумением, удостоверениями своего собственного ума и требованиями своей собственной совести, без чего они не могли бы несознательно жить по вере, несознательно принять на себя крест, несознательно идти за Христом. Вот, как я понимаю клад жизни по вере действующей любовью. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Аллилуйя.